и всем привет мои дорогие друзья подписчики и зрители моего канала меня зовут александр я продолжаю играть фарк срывал все также надеялся extension и сегодня мы полетим к обелискам да наконец победит полетим к обелиск но кстати видите да у меня с настройка графики все нормально стало у меня на запуске было но мэн sky то есть в свойствах стима игры можно установить параметры запуска и собственно там у меня стояла манская его убрал либо просто того что я игру перезапустила либо за того что я убрал но манская но в общем как видите гамма теперь мне нужно единичка вот 2 и 2 и 2 это вот то есть 2 и 2 это стандартные дефолтные так что все огонь с этим но вроде как проблемы решили так что у нас я немножечко полетал на аргентависе и смотрите что у него есть в инвентаре классно да да это ливендаст тот самый скреп металл чертеж нефть электроника и я офигел я реально офигел когда узнал вот это можно доставать то есть я теперь знаю почему люди тогда немножечко побольше вкачаем и вес теперь знаю почему люди всех этих мехов искореняет на ура я думаю вы догадались где ты это только что тут был алло 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 там господи за текстур ты прикалываешься сейчас вот он вот он вот он инфорсер инфорсер каждого у него большой мне повезло это нашел маленькую и рогану 8 левел чё надо надо убить надо убить проверить я убил и профили и и собственно вот то что я залутала этого увидели попробуем инфорсера 108 лава ядрёшем а хороша окей на мак не сильно большой по мне это хорошо хотя и мой тоже не сильно большой но я не знаю как у него хп хотя одно могу сказать у меня хп не мало так что не завалит примерно около 130 ударов по мне нужно чтобы не завалить так что выживем отлично вот элемент лдах кстати собирает именно этот аргент это все собрал то есть опять элемент даст скреп нефть электроника это просто безумие из каждого дропается вот такой вот чертеж подожди у них еще и цвет есть ты прикинь чем больше левел ты убиваешь а это был 6 левел точно а идут а нифига себе тут нет он был восьмой а может 6 цифра похоже поэтому я запомнил то есть чем больше левел того как в которого ты убил тем лучше рецепт у меня есть идея и я тебя тут видел 126 левел почему бы и нет а давайте его завалим элисуна во первых это ресурсы кстати кто же бьет нехило сравнение вот во первых от ресурса во вторых я думаю рецепт будет получила и надо попробовать залутать залутать топором а может кирпой надо попробовать кирпой а может топором лучше так в любом случае он уже практически отличненько легендарный так вот это уже пошло дело так снова ярками вроде бы ну то похоже хотя не факт но вроде похоже легендарный прикинь и подожди я лавал такой же 122 здесь хп больше хоть и хоть это легендарный но хп меньше стамина 65 этот лучше энергия желтый лучше вес весу легендарки лучше и урон 105 а здесь всего 65 ну вы поняли да то есть это в целом а этот урон вес и урон перебивает практически в два раза 17000 элемент даст окей я понял 108 108 здесь ну вот здесь хотя бы 682 так погнали до терминала посмотрим что в нем нам скажут так синий терминал э-ня энфорсер угим а-а-а понятно то есть вот это это обычный 500 даст кристалл все дела это просто обычный энфорсер шестьсот лево можно завалить вот это просто обычный без ничего и всё в таком духе но Но рецепты добавляют именно столько процентов, сколько вы здесь видите. Здесь как вариант первый левел, а здесь все остальное уже процентно. Но я думаю, нужно состряпать его. Так, осколок элемента. Осколок элемента. Либо элемент. Я думаю, разница здесь типа один, здесь типа тысячи, там сотки. Здрасте! Эй, Ален, у вас что-то, ну... Блин, я его хотел убить! Он его обидел, я его хотел убить. Ну ладно, в любом случае, мы уже разобрались что-то, когда-где. Теперь знаем, что это за проценты. Ну ладно, нет, я собирался не делать, а лететь в город. Я хочу улететь в город. Ну, в смысле, на то тебе диск, на этот тебе диск. Но так как красный, он все-таки ближе, поэтому полетим на него. Чем он ближе? Да вот чем. Я еще в городе нахожусь, уже практически в упор. Но, я такое что заметил. А город не такой маленький, как мне кажется. И, собственно, синий обелиск тоже не слишком уж далеко. Но, все равно полетим туда. Но, все-таки, я наметился же. Это раз. Во-вторых, так надо, хп-шку. Во-вторых, добыл я топором. Добыл, примерно, тоже плюс-минус левел. И... Нет, даже меньше, меньше левел я добыл. Там-то был вот этот, а здесь это. И я добыл, как видите, ну, больше, как минимум, электроники. Но, если добывать бинозавром, у которого добыча именно мяса, он добывает все равно лучше. Как ни крути, аргентавис сам по себе добывает куда больше ресурсов. Так, а теперь мне надо похиляться. Как похиляться? На аргентависе все легко и просто. Убиваешь тушку, жрешь тушку и ждешь, пока он хиляется. Быстренько и аккуратненько. Ну, еще можно мясом его подпитывать и вообще будет огонь. Так вот там дефендеры где-то бегают. Это уж такое себе. Потом можно еще тушку сажать и еще больше хиляться. Да уж, ну не мне вас учить основной механике. Мы уже здесь заделся и вообще-то пришли. Похиляемся и полетим. Ну вот, отлично. Кстати, здесь неплохое место. Здесь компики бегают, насекомые летают. Это самая лучшая хилка для аргентависа. Чуть ли не ваншотные, зато хиляют, как и другие. То есть, не важно кого ты, сожжешь гигу или компика, отхиляешься ты одинаково. Интересно, туда спуститься можно? Точно, нифига себе, там такой обрыв. В любом случае, я попадаю уже за город, а это уже опасность. Опасность не только извне, в виде высокой температуры и так далее. Ну и терчики зараженные. О, парацерали зараженные. Интересно, я с него дробуется прайм-мясом. Ладно, в любом случае, об этом узнаем как-нибудь потом. На более мощных динах. Ну а для начала погнали быстрее в купол. Не, кстати, я думал, будет пожестче, нежели там. Ну, ну, неплохо. What the fuck? Я Тиранус? Что? Там не так-то уж и безопасно. Но здесь безопасно именно для строительства. Вау! 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 Офигеть! И просто, как будто бы ты это в другом мире. Ты смотри, так... Вау! Вылетаешь. Шух! Сразу же все закрылось. И нету! И ты как будто в другом мире находишься. Как будто на выжинке, да? Офигеть! Это типа биом пустыни? Вот это типа был биом город зеленый. А синий, наверное, биом зима. Ух! Ну это красиво! Просто это так необычно так. Вжух! И все заросло. Классно! Классно! Ладно, погнали, смотрите этот биомчик. Что у нас здесь? Ну, я думаю, здесь будет как на скерче все. То есть пустыня, 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 пустыня. И снова пустыня, и снова пустыня. Ничего сверхъестественного, но крайне много мобов. Гейзер? Прикол. Лучи. Вот что мне интересно. Сколько я здесь играю, я ни разу не видел лучей. Именно маяков. Дропов. Какого фига? Где они? Что за фигня? Этот вопрос мучает меня очень крайне сильно. Я слышал о том, что должны быть какие-то контейнеры, но контейнеры это же под землей. Это что, означает все контейнеры только под землей находятся? Значит, надо ехать под землю. Такая себе, точнее, такая себе перспектива. Но я вижу воду, а это означает, я могу найти жемчуг. А это уже неплохо. Погнали, посмотрим, что там внизу. Ну, спустившись ближе к воде, мы уже видим более стандартную территорию. Кстати, что у нас по времечке? Времечка типа ночь сейчас. Вот и заодно узнаем, если в дневное время суток будет ли здесь светлее или же нет. Ну, здесь обычная типа ночь, типа вода. Кстати, я думал, здесь не сильно много водных животных, так как воды здесь вообще практически нет. Не знаю, как дело обстоит под землей. Туда как-нибудь мы заберемся. Но вот, собственно, да. Как-то так. Хоть вода и есть, но, к примеру, тех же самых бобров я здесь не вижу. Ей, Дреша, Матреша, давай вот эти вот цветочки соберем. Класс. Для чего они мне? Докнут сраны сделать, блин. Мне нужен кнут. О, шелк, отлично. Это неплохо. Ну, вот уже получше. Создал кнут. Ремонтировать. Создал кнут. Добыл еще побольше шелка. И все, огонь. Можно лететь дальше. Такс. О, здесь водоемчик уже побольше. Может здесь мы что увидим? Я сомневаюсь, но мне по большей части интересно еще, работает ли здесь обелиск. Надо вот к нему сходить. Да, жемчуга я здесь не вижу. Так что, возможно, его здесь и нету. Ну, и бог с ним. Погнали на обелиск, посмотрим, что у нас там. А потом надо будет гонять на другую сторону. О, там какая-то постройка. Надо туда сходить. Обязательно. Вы видите терминал? Вот и я не вижу. Мне кажется, или нас кто-то сильно обманул. Прикольно. Но, как вы видите, обелиски не работают, так как они должны работать. Это уже интересно. Как, допустим, перемещаться по серверам? Сто процентов есть какой-то терминал, как это перемещаться, и все в таком духе, но... Как? Так, да, я могу спросить в чате, я не спорю, но я не хочу. Ну, зачем ломать тебе кайф? Я хочу узнать сам. Так же будет интереснее. А если уж я узнаю вместе с вами, вместе, так, это что еще круче, говорят. Погнали к тому домику. Это домик же? Нет, про скала. Ну, в общем, в любом случае, я хочу прилететь на ту сторону, чтобы узнать, что же... Интересно, если попаду под эту воду, чем цена будет? Будет? Надеюсь, что нет. Типа там не баншотница, дело. О, погоди-ка, давай там глянем в глубину. А глубина, на самом деле, оказалась багом. И здесь даже воды нету. Разлом земли. Так, но мне стало интересно, что там наверху. Ну, в общем, обычная пустыня, ничего сверхъестественного здесь мы не находим. Это что за такое там? Оу. Я хочу это глянуть. Да, я могу от этого сдохнуть. Господи, вы это видели, как земля из-под земли вышла. Вот, да, это просто, это просто песос. Как, 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 когда они все настроят, как надо? Как надеялся, будет работать так, как нужно? Как оно должно работать? Это же было просто крипово, да безумие. Крипово, когда земля из-под земли вышла, я так и думаю, Чего там вылазит, учитывая, какие здесь титаны есть. Вы понимаете, да? И чего я могу очковать конкретно прям сильно. О, ну, вы эти динозы. Аккуня отсюда, срана кактус. Семь второлавл. Ё-о, просто бедолага. Помер бедный, не успев родиться. Так, ладно, в любом случае. Что это за красные эти? Ограничение карты? Ой, чё за звонок? А-а-а! Что было? Крипово? Это во-первых. А во-вторых, чё это записка? Специально отключил музыку? Вы слышите этот? Тик-тинг! Я боюсь, это что-то я сейчас нарвусь на что-то. Надеюсь, разработчики не придумывали ничего такого, что просто нафиг ваншотни тебе сразу, стоит тебе только туда залететь. А-а-а! Да-да-да-да-да-да! Я так и думал, что это примерно так и будет. Типа, э-э-э, эмплант, типа, отторжение эмпланта. Вспомнил, даже как это обзывается. Господи, хо-хо-хо-хо! Ну окей, я понял. То есть дальше лететь нет смысла. А-а-а! А-а-а! Это было крипово слишком. Ух, ладно. Что я могу сказать? Полетели в другой обелиск. Синий. Посмотрим зиму, как оно там. Ну вот только посмотрите, как это крипово выглядит. Летишь такой, летишь. Гора, все дела. И тут... Суровая реальность. Этого мира. И, кстати, гора тоже исчезает. В чём весь прикол. Кошмар! Но как это красиво! Просто безумно. Так, ладно, погнали к другому обелиску. А тут потребление еды у меня как-то появилось срочно обморочное. Кстати, а что-то у нас во времечко-то. Ну, кстати, да. И освещение никак не изменилось. Как было, так и осталось. То есть там тоже режима дня-ночи нету. Ну окей, нормас. Погнали в зиму. Через город. Тоже так безопаснее. Смотрите, что там есть. Какое-то здание. Не просто здание. У него есть вход. Его посетить тоже не помешало. Где-то ещё должен быть вход в подземелье. Не, там прям случаем этот вход. А? Чё думаешь, Аргентарес? Погнали туда сначала. Немаленькая зданица. Ещё и прогружается. Так, здесь у нас просто труба. Ничего сверхъестественного. Здесь у нас уже постройки людские. И я в какую-то область уже к кому-то зашёл. Там чё-то не знаю. Нет, это просто тупо здание. Здание. Кто-то уже полностью сюда весь переселился? Блин, ну зачем? Я вообще не понимаю смысл вот этого стартовать, когда у тебя там есть куча дина, все дела. Там сразу идти на боссов, бла-бла-бла. Зачем? Зачем себе портить кайф от изучения этого мира? Это же так классно, когда ты... О, Мишаня! Пёпть! Вот примерно это и классно. Хе-хе. Такой оп, и нашёл. Оп, и изучил этот мир. Оп, это же классно. Это же новый мир. DLC это новый мир. Так что, зачем портить себе вот это вот и всё? Да, я не спорю. Я стартовал с 93 левелом. Я это отспаривать не буду. Но! Я не омрачнил своё путешествие безумными попытками прокачаться. Я уже пришёл раскачанным, и мне нормас. Хе-хе-хе. А вот всё остальное, да, это нужно постигать самому. Без добычи рукой дерева вы не получите того самого эффекта. А тем временем, мы уже подлетаем всё ближе и ближе. Аргентавис. Дотшерт левел, маленький. Зима, зимушка, зима. Ну давай посмотрим, что ждёт нас там. Конечно, нас ждёт холод сраный. Дубак просто. Ха-а-а-а-а! Готи, что? Тихо. Музыка, тихо. Прыг суша. Так-рэкс, 72-й, что? Оу, классно. А потом, смотри так. и вот бескрайний безумный мир погоди мне показалось или показалось тут птички пиля кстати с одной стороны это было бы атмосферно ты смотри это я сначала думал аргентайз это сова снежная сова были и мне не показалось здесь реально поет птица снежная сова все короче в следующем выпуске мы будем томить обязательно снежную сову в жопу все будем томить снежную сову я хочу снежную сову я не знаю как она томится даже наверное оглушать я хочу снежную сову она прикольно она умеет останавливать время терминал классно она умеет останавливать время и так включая музыку и тем самым тормозить динусов интересно я могу допустим кого-нибудь затормозить и он тем самым это от замерзший терминал а это просто текстура но прикольно типа это старая заброшенная база в которой замерзший терминал там сидела ну прикольная задумка интересно обход в эту базу есть давайте вот за 4 им немножечко о заметка они там и базы как кого нет там про это просто текстура окей но сундучок новая заметка ой-ой-то фак безумная картинка но в любом случае опыт двойной тройной не знаю какой заметка первопроходца двойной опыт это уже неплохо даже если я просто буду летать уши аргентайз будет качаться это здорово но мышь не просто будем летать мы будем исследовать это самую местность блин так 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 как-то необычно из необычного в обычные прилететь это так здорово да устанешь от всего этого стимпанка даже обнестим а там чисто будущее да вот это вот апокалипсис залетаешь в один из обелисков и лоб вот тебе зима либо пустыня построился здесь и все и типа все дар вас ничего не происходило до человек любит сам себя обманывать ну а не погоди там это внутри я хочу туда пролететь я хочу узнать че это все ближе и ближе и ближе и туда это здание это не хилых размеров здания классно но ударил до красные точки нам показывают то что чувак дальше точно тебе нельзя так окей это опять замерзший терминал у нее нифига не замерзший так меня не завалит отлично сити терминал все точно такое же аска скаут ладно я тебе могу сделать а металла ингаты кристаллов не хватает окей это у меня на базе обязательно кстати там ресурсы не перемещались случаем но от обязательно кукш переносить да вот как переносите сити терминал терминалы и то есть тебе риски господи ну блин ну это же это же было логично хотя бы немножечко смотреть вот существа давить им винта обновить это вот вот все а это я могу перенести твой господи думал какого фига у меня нет аргентависа ешь никакого существа к себе суда не переносил какого фига чё за аргентависом я нам а то что это да но немножко ступил сова голову 42 маленький маленький лаву конечно но в целом офигенно просто офигенно за весончик прогрузился мир за весончик но реально я учета по химичек с настройками у меня теперь нет таких за весом на провисонов либо у меня реально все что нужно прогрузилась и теперь у меня игра чувствует себя намного лучше что у нас тут еще есть обломки базы интересно где же все таки спуск о метеориты падают смотри тоннодо него внутри падают в это факт я думал они об этот ударяются то есть от метеоритов защищает только этот только в городе защиту от метеоритов то и площадь сейчас было крипово прикинь такая балдена тебя упадет что будет с тобой а вот она летит 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 где ты его мимо полетела да я не хочу помереть но интересно кого это вот шесть фанна рядом рванет кстати терминала от обилиска тоже нету то есть но мы уже выяснили где эти терминалы находятся офигеть я думал здесь купол защищает а нифига вот ну просто вовнутрь летит и все подожди-ка может вовнутрь ты не летит а это такая же иллюзия как и это как и все остальное черт и вообще а где здесь мир где есть иллюзия я я не хочу сейчас туда вылетать нафиг помнишь это хрень долбанет и все будет писос я замыгал я не знаю где конец купола о здании погнали туда посмотрим лучше ну и все понем а вот и постройка так погоди это само постройки на которую я уже был не замерзший терминал есть точно я сюда как раз а залетел отлично вот разобрались что выход вот он ну то есть этого рядом прям с краем летал отлично хоть и крипован но погнали надеюсь не помпанет меня хотя вот парочку уже летит просто на меня я как в матрице просто уклоняюсь ну что вылетаем в этот безумный и ужасный мир где все бомбят метеориты когда я еще понял как понять деревья то не растут в иллюзии фидалия гольное поле точно тут все защищает погнали назад быстрее и быстрее 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 здесь просто иллюзия падение и ничего более и далее купол все-таки защищает это хорошо ну ладно покачаемся пока пока это все не безумие закончится у кого я увидел че он такой резкий как панус натуре взгляди ты не поймаешь еще и труба сраная блин через нее вообще фиг того увидишь а его че завалили что его завалили погнали залутаем золотаем чудо это летающие такс как ты обзываешься нас моногарм 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 назовутся к первосортинка отлично уже неплохо вообще я летел воду найти попить думаю пока метеориты еще бабахают надо найти воду попить так как сейчас через пустыню лететь ну тоже такая себе перспектива а я не хочу с тобой сталкиваться пока что от слова совсем и даже не за 120 нифига себе даже не знаю как ее томить буду просто веру ловушку здесь строить и уже с помощью ловухи опять томить так же как аргентами с наверно томи точно так же так только надо кабалов свалить ну что народ теоретный дождь закончился мне пора домой лететь я дону кофе завалил и на этом уже на сегодня точно все и говорит всем спасибо за просмотр не забывать подписываться на канал ставить лайки комментировать конечно делиться моим видео своими друзьями на это все всем удачи всем пока всем счастливы добра всем пока